Мы продолжаем изучение программы Photoshop. На этом занятии познакомимся с группой инструментов, позволяющих создавать выделение сложной формы, посредством которых в дальнейшем появляется возможность манипулировать различными объектами на изображении. Воспользуюсь файлом с компакт-диска из папки примеры под названием шар. У себя же этот файл открою со своего компьютера. Пока что мы познакомились с такими инструментами выделения, как прямоугольная область и овальная область выделения. При помощи них шарик выделить будет очень проблематично. Поэтому перейдем к следующей группе. Это третья пиктограмма сверху на панели инструментов. Группа инструментов LASSO. Здесь находится обычное LASSO, прямолинейное и магнитное. Обычным LASSO пользуются в том случае, когда можно обвести объект приблизительно, не соблюдая идеально точной границы. Принцип работы таков. Зажимаем левую клавишу мышки и обводим объект. Как только отпускаем кнопку, выделение автоматически замыкается. Ctrl D снимаем выделение. Можно на этом документе добавить еще несколько шариков. При помощи LASSO выделяем объект. Устанавливаем курсор в любую начальную точку. И зажав левую клавишу мышки, обводим шарик. По возможности не сильно далеко отводя от него курсор. Чтобы не очень много белого фона попало внутрь выделенной области. Выделение получается неровным из-за дрожания руки. Но какое есть. Отпускаем мышку. Выделение замкнулось. Готово. Теперь можно создать несколько копий этого шара. И разместить по изображению. Самый удобный способ создать его копию. Нажать сочетание клавиш Ctrl J. Нажал. В палитре слоев тут же создался новый слой. На базе сделанного выделения. Аналогичное действие по копированию. Можно совершить из основного меню. Заходим в меню слой. Новый. Вот скопировать на новый слой. Здесь же подписано в качестве подсказки. Сочетание клавиш Ctrl J. Пользоваться клавиатурой удобнее. Поэтому я пользуюсь нажатием сочетания этих клавиш. Давайте поглядим что у нас получилось. С фона можно временно снять видимость. И на прозрачном фоне хорошо заметны все огрехи выделения. Лишний белый фон и неровность краев. Но поскольку в исходной картинке сам по себе фон белый, то всего этого не будет видно. Вернем видимость нижнему слою. И инструментом перемещения сдвинем копию шарика временно вот сюда. Я переименую слой, чтобы было понятнее. Нажимаю два раза мышкой на название. Кстати, не всегда удается с первой попытки это сделать. Можно случайно нажать не на имени, а на синем поле. Тогда появится вот такое окно стилей. Это замечательный и мощный инструмент управления свойством слоя. Но о нем немного позже. Так что если подобное окно появилось, то просто нажмите отмена. Наводим мышку точно на имя. Нажимаем два раза левой клавишей. И даем имя слою. Поставлю букву P. Шар правый. Enter. Применяет название. Создадим еще один дубликат этого слоя. Снова нажимаем Ctrl-J. Создался шарик. Два раза нажимаю левой клавишей мышкой в название. Подписываю, что это шар левый. Enter. Инструментом перемещения отодвигаю его в левую часть рисунка. Готово. Осталось немного оживить общий вид, наклонив боковые шарики. Нажимая Ctrl-T для трансформации объекта, подвожу курсор мышки к угловому маркеру и чуть-чуть отвожу в сторону, пока она не стала двунаправленной. Зажимаю левую клавишу и поворачиваю выделение. Немножечко смещаю. Enter. Для применения трансформации. Переключаюсь на правый шарик. Снова нажимаю Ctrl-T. Поворачиваю объект. Помещаю мышку внутрь поля трансформации. Зажимаю левую клавишу. Появляется возможность его двигать. Вот так. И снова нажимаю Enter. Применяю трансформацию. Отлично. Так они выглядят более естественно. Итак, к выделению обычным классическим лассо имеет смысл прибегать, когда не требуется соблюдение четких границ выделяемого объекта. Когда достаточно создать черновой, приблизительный контур, или как в нашем случае, используется однородный фон, скрывающий все неточности. А что делать, если выделяемый объект будет в дальнейшем использоваться внутри другой картинки, и его надо очень точно и аккуратно извлечь? В таких случаях используют прямолинейное лассо, которое находится в этой же группе вторым. Принцип работы этого инструмента сводится к тому, что вы самостоятельно можете обвести желаемый контур, расставляя точки по периметру. Этим инструментом очень удобно пользоваться, когда выделяются предметы с относительно ровными краями. Из папки с примерами возьмем файл «Букс» и при помощи полигонального лассо извлечем из фона книги. Начинаю с нижнего края. Ставлю первую точку. Затем веду к верхней части книги. Линия, соединяющая точки, указывает на границу будущего выделения. Ставлю вторую точку. В верхней части фотографии контуры книг имеют довольно мелкие детали, и обводить их затруднительно при таком масштабе. Однако при выбранном инструменте нет возможности, например, взять лупу, не позволяет этот инструмент сделать, или воспользоваться навигатором для изменения масштаба. В этом случае к нам на помощь снова приходит клавиатура. Нажимаем Ctrl+, масштаб увеличивается, или Ctrl-, масштаб уменьшается. Зажимаем клавишу «Пробел», появляется возможность навигации по изображению. При этом выделение никак не страдает, а переключение между инструментами происходит автоматически. Настроив подходящий размер и позицию, отпускаем пробел и продолжаем создавать контур будущего выделения. Ставим точку здесь, здесь и дальше по контуру. Создавая выделение подобным образом, вы тут же столкнетесь с ситуацией, когда поставленная вами точка оказалась не в том месте, где бы вы хотели. Как это исправить? Чтобы удалить поставленный узелок, надо нажать на клавиатуре клавишу «Backspace». Он исчезает. Поставили несколько неверных узловых точек, жмите «Backspace», пока не удалятся все ненужные. Продолжаем создавать контур нашего будущего выделения. Зажимаю пробел, пододвигая изображение. Здесь у книги слегка порван переплет. Приближу, чтобы точнее его обвести. Нажму «Контрол-минус», чтобы немного уменьшить масштаб. Продолжаем выделение. Продолжаем. Процесс выделения подходит к концу. Как только по всему периметру расставлены узловые точки, и мы возвращаемся к первому поставленному узлу, выделение готово замкнуться. Вот здесь у меня стоял первый маркер. Рядом с курсором появился небольшой кругляшок, означающий, что выделение готово создастся. Однако бывает ситуация, например как сейчас, что этот кругляшок рядом с курсором очень плохо видно, или вы не можете вообще найти исходную точку, где вы начали создавать свое выделение. В этом случае надо поставить мышку приблизительно в то место, где выделение у вас началось, не обязательно, чтобы оно совпало, и нажать два раза левой клавишей мышки. Оно автоматически сомкнется и создастся. Нажимаю два раза левой клавишей мышки. Контур выделения создался. Ctrl- отодвигаю объект. По масштабу. Готово. Сейчас из этой же папки с примерами открою файл shelf. Вот эта полка. Хочу выделенные книги поместить на эту полку. Переключаюсь к файлу с книгами. Открепляю его от общего рабочего пространства. Так видно оба файла. Мне удобнее таким образом копировать. Беру инструмент перемещения. И перетаскиваю их на полку. Этот документ можно свернуть. Они великоваты. Для этого файла надо книги немного уменьшить, трансформировав. Нажимаю Ctrl-T. И за угловые маркеры уменьшаю размер при зажатой клавише Shift. Это позволяет сохранить пропорции. И еще уменьшаю. Поставим сначала на нижнюю полку. Великоваты. Еще немного уменьшаю. Вот так меня вполне устроит. Нажимаю Enter для применения трансформации. Поставили на нижнюю полку. Еще можно поставить на среднюю. В палитре слоев видно, что у нас есть помимо фона слой с книгами. Нажимаем Ctrl-J. Этот слой копируется. И просто перетаскиваем книги на среднюю полку. Как здесь и стояли. Посмотрите. Нет нигде остатков фона. Все хорошо вырезано. И даже находясь на полке с контрастным цветом, не видно никаких огреховыделения. Работа выполнена хорошо. Подытожив, скажу, что полигональным лассо пользуется очень часто, создавая выделение сложных форм. Немного практики и для вас не составит труда выделить отдельного человека из многолюдной толпы, один объект из множества на фотографии, обвести логотип или торговый знак. Мы с вами рассмотрели первые два инструмента в группе выделений лассо. Там остался еще один объект, магнитное лассо. Как оно работает и в каких случаях его удобно использовать, поговорим на следующем занятии. А на этом наш урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok